Секс до свадьбы это приемлемо? Если вы хотите с нами познакомиться, мы сначала идем в церковь, в слово жизни. Сережа, снимай! Сережа, сними! Сережа! Сними интервью! Привет! Привет! Что нужно делать девушке, чтобы у парня не было повода изменять? Во-первых, я думаю, что найти надо такого парня, который бы не изменил. Что нужно делать? Это очень провокационный, на самом деле, вопрос. Я считаю то, что первым делом женщина должна быть реализована во всех сферах. То есть, знаете, есть такое колесо психологии, где обозначены определенные вещи. Это духовность, отношения, спорт. И вот это колесо, оно должно быть сбалансировано. Если один отсутствует пигмент, то колесо не покатится. И женщина должна быть, прежде всего, женственной, целеустремленной. Должна знать свое дело. То есть, она не должна быть... Типа, знаете, вот есть же такие домашние девочки, которые, сидя дома, они перестают быть интересными мужчинами. Ему должны развиваться постоянно. Как ты последний раз манипулировала парнями? Ну, на самом деле, вокруг меня есть те парни, к которым я отношусь только серьезно. И они знают то, что я сама серьезная девушка. Но, допустим, если я вижу то, что мужчина начинает как-то играть, относиться несерьезно, тогда я тоже начинаю в ответ это делать. И уже этот парень просто идет в топку. Как палятся мужики? Что тебя настораживает в мужиках? Поведение может? Когда они на нижних чакрах. Нижние чакры – это то, что находится ниже пояса мужчины. Это сразу понятно в диалоге, в процессе диалога. И мужчины, на самом деле, когда им нравится девушка, они, прежде всего, ищут ту девушку, обращают внимание, которая специально привлекательна. Но мужчины тоже делятся на два типа. Это те, которые относятся к бабникам, которые еще не нагулялись, и те, которые серьезные. И можно повторить вопрос? Часто мужики от тебя секса хотят? Я стараюсь избегать таких мужчин. А что бы ты хотела, чтобы тебя мужики хотели? От тебя? От меня? Да-да-да, что бы ты хотела? Я нацелена только на серьезные отношения, потому что у меня такое воспитание. И вообще, я хожу каждое воскресенье в церковь. По мне, может быть, это не видно, но на самом деле у меня очень много моральных ценностей. У меня моральные ценности, они выстрелены по порядку, и я ищу такого же человека, который будет понимать мои ценности. Секс до свадьбы – это приемлемо? Неприемлемо. То есть ты можешь выйти замуж за парня, не занимавшись ни разу с ним сексом? Да. Мы из-за этого и расстались с моим бывшим парнем, потому что у нас как раз были разногласия по этому поводу. Он тоже ходил со мной в церковь, и это слово «жизнь» находится в Москве. А какая церковь? Католическая? Нет, православная церковь христианская. Обычная, окей. Просто она нацелена на молодежь, то есть там есть и те, которые с зелеными волосами, и с рыжими. Вот, типа, знаете, есть такие фильмы американские, может быть, ты смотрел, где сидят такие все на скамеечке, попы такие, ну, пастыра. Могут даже быть африканцы и поют веселые песни. Окей. Вот, в такую церковь мы ходили. Секс до свадьбы неприемлемо? Неприемлемо. Ты девственница? Нет, я не девственница, но я встала на истинный путь. Может быть, это звучит странно. А у тебя была развратная жизнь до? Нет. Секс с двумя парнями пробула? Нет, 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 я отношусь к этому, это вообще просто, ну... А сколько у тебя парней было до того, как ты стала на путь истинный, так сказать? Два, у меня было двое серьезных отношений, да. И сколько вместе были? По два года. А сейчас часто парни, вот ты говорила, вы расстались с парнем из-за того, что секс до свадьбы не-не, часто парни съебывают в Москве? Я не из Москвы, я из Казани, но планирую переезд сейчас сюда. Ну, вообще, вот часто молодежь сваливает, пацаны молодые узнают, что ты до свадьбы не-не, ни при каких условиях, и такие, оу, аривидерчо. Ну, на самом деле, когда у меня был первый парень, у меня их было всего два, а мы как бы жили половой жизнью, но со вторым парнем мы так же жили половой жизнью, просто потом случилось так, что мы поехали на выезд, просвещение называется, где пришли к такому выводу, что до свадьбы мы не будем спать. Вот, и, в общем, потом у нас просто отношения начались вот так вот, круглым комом, это психологические давления со стороны, ну, и нам вместе было тяжело, и, в общем, получилось так, что мы расстались. Слушай, согласна, если у парня стоит член, он перестает думать о высоком, включаются низменные чакры, и что с этим делать? Ну, ты говоришь, что ты до свадьбы не-не, у него член стоит, подрочить можно? Руководство? Ну, ты ему подрочила, и все, как бы, нормально, себя сохранила. Ну, вообще, это тоже входит в список того, что нельзя до свадьбы, допустим. Я слышал девушки, если они девственницы, и девственно сберегут мужа, то она бывает там мини-этик, или подрочить, или в попочку. Я такими вещами не занималась, не знаю. То есть это тоже неприемлемо? Это неприемлемо. То есть член трогать нельзя? Ну, конкретно в Библии такого не описывается, но вообще нет. Нет, тебе, тебе, мы не про Библию, мы вот конкретно по твоему подходу. То есть ты не трогаешь члены сейчас? А целоваться? Нет. Целоваться можно. Целоваться можно. Ну, целоваться, конечно, тоже нельзя, но что-то должно быть. Нет, между сисечек можно. Ну, как бы ты руками не трогаешь, он там все делает. Это, случайно, не какой-то этот сайт, типа, как он называется? Сайт знакомства. Нет, не сайт знакомства, типа, как это называется, где... Бурнахаб, да. Осуждаю, нет. Все, sorry. Осуждаю. Желтый, желтый, нас они не интересуют. Слушай, а покажись полный рост. Ты свободная дама, ты говорила. Да. Я стараюсь, покрутись, пожалуйста, я стараюсь снимать разных дам. Ребята, соцсети девушки, мы у нее попросим инстаграм, там, ВК телегу, такое в Москве, ну, редко попадается. Тебе сколько лет сейчас? 22. 22 года даме, прикиньте, вот она такой подход у нее. Соцсети девушки в описании. Я сейчас интервью редко снимаю, занимаюсь прямыми эфирами. Прямые эфиры каждый вечер, залетайте на стрим-канал, если что. А если вам понравилась дама, вы хотите ее пригласить на свидание, написать ей, я у нее соцсети попрошу. По ссылке в описании на сайте Boosty по подписке жулик доступны все соцсети девушек со всех интервью. Вы тем самым можете поддержать канал на плаву, монетизации нет, приходится стримы снимать. Если интервью нравится, залетайте, конечно. Спасибо большое. А что ты в мужиках ценишь? Вот какие качества, топ-3 качества, которые ты ценишь в мужиках? Честность, к этому относится тоже преданность, доброта, целеустремленность. И еще есть одно качество, можно четвертое назову? Это, скорее всего, ну, то есть, когда, допустим, другому человеку плохо, и он ему сочувствует. Как это правильно назвать? Типа... Добротетель? Ну да. Щедрость? Да. Окей, а рост парня важен? Ну, для меня важен, да. Если он ниже тебя, это все мимо? У меня был парень, как раз первый, который был ниже меня, и я такой человек, который любит одевать каблуки высокие, и я себя чувствую не совсем комфортно. Ты комплексуешь, если он ниже? Ну, честно, я комплексовала. Все-таки как-то хочется смотреть наверх и не говорить, что ты мой маленький, это все дела. Конечно. Сколько? Дети обязательно. Трое. У нас у всех в семье по трое детей. В данный момент? Да. Детям? Да. Ну, если будет рядом надежный мужчина, то да. Смогла бы ради хорошего парня бросить все, и вот сидеть дома, там детей выращивать? Ну, я бы стала ему неинтересна в процессе. Почему? В жизни. Ну, всем нужна целеустремленная девушка, если парень будет целеустремленный, тогда она должна соответствовать ему. Хотела бы сделать Тити? Честно, да. Да? Ну, не как у Памелы Андерсона. Губы, да. Губы сделаны, Тити хотела бы сделать. Что еще хотела бы сделать? Все, у меня все устраивает. Ребята, напишите в комментариях, верите в этой даме. Я таких искренне и честно не встречал. То есть, как бы Тити хочет сделать губы сделаны. Не такие, мне такие не нужны. Но при этом секс до свадьбы не-не. Ну, не знаю, у меня в голове не укладывается. Ладно бы ей было там 16-18, или там она попала куда-то к буддистам или баптистам. Ну, я христианка. Это другое дело. Я не знаю, ребята. Я снимаю, вы решайте сами в комментариях. Пишите, приглашайте на свидание. И встретимся на прямых трансляциях. Верить или нет, вы сами определяйтесь. Что хочешь мужикам посоветовать? Можно что-то такое религиозное сказать? Да что хочешь, твоя минута славы. В общем, если вы хотите с вами познакомиться, мы сначала идем в церковь «Слово жизни». Христианская церковь в Москве, она реально очень крутая. Ну, в ресторан. А там платить надо? Нет, все бесплатно. То есть, это для бюджетников. Да, это нацелено на молодежь чистой. То есть, вы приходите, вас наставляют, как бы, вас мотивируют, наставляют. Кофе надо покупать. Ну, если ты хочешь, кофе, да, там есть. То есть, первое свидание можно с нулью деньгами в кармане прийти? Конечно. Ну, вообще... То есть, в ресторан не надо? Мне, в принципе, не важно, какой заработок мужчины, главное, чтобы он был целеустремленный. То есть, если в данный момент у него нет ничего, но в процессе он, ну, то есть, в жизни целеустремленный, мы можем добиться многого вместе. А ты сколько зарабатываешь? Сто тысяч. Сотку зарабатываешь? А в Москве с подружкой живешь? Ну, нет, я сейчас приезжаю в Москву. Слушай, а если у тебя подружки такие вот в бар, знаешь же, ходят, и ты, наверное, в бар подружку идешь? Ну, а подружки твои тоже до свадьбы не нет? Ну, у меня есть две лучших подруги, и они как раз такими же моральными ценностями, как у меня. А-а-а, ни хрена себе, еще и подружки такие есть, ребята, пишите, короче. Да, я отправлю вам ссылочку. Все, встретимся на прямой консляции, ссылочка на прямые эфиры в описании, ставьте лайк, обзор 360, пожалуйста, красота. Да, вот такая высокая, стройная, сколько в этом? 177. 170, почти метр 80, ребята. Да. С кепкой. Все, пока-пока, ребят. Пока. Спасибо за лайки и комментарии. Спасибо. Всем пока. И донатить можно тоже там в описании. Да, донатить обязательно. Спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok